Здравствуйте еще раз, друзья! Я завлекла к себе небольшую студию премии «Электронная буква» финалист по премии в номинации «Лучший жрец», занявшего второе место Евгения Шокина, который работает у нас под псевдонимом «Поджилой Синомод». Евгений, здравствуйте! Здравствуйте! Во-первых, я вас поздравляю с... Я считаю, все равно победа. Второе место — это победа. Во всех смыслах. Вот, вот, ура! Вы ответили мне взаимностью и тоже считаете, что это победа. Расскажите, первые ощущения, первые впечатления, когда вы узнали, что попали в шорт-лист? Ну, это очень неожиданно, конечно, было. Очень приятно, очень неожиданно, потому что все номинанты были довольно-таки опытные профессионалы. И, ну, сравнение с... Ну, я не могу себя назвать профессионалом, поэтому это было очень приятно. Очень приятно и очень неожиданно. Я знаю, что вы записываете много книг. Мне менеджеры «Брайт» или «Трест» подсказали это. Расскажите, сколько примерно времени в неделю вы тратите на запись книг? Ну, по ощущениям, примерно. В общем, по ощущениям я точно могу сказать. Где-то в день около трех часов чистого звука могу выдать. От трех до четырех, ну, пусть будет три с обработкой уже чистого звука. Итого, соответственно, в неделю, ну, пусть 20 часов, потому что я все-таки отдыхаю. Но это именно на запись, звук, без сведения? Со сведением. О, ну, то есть это много. Это прям основная работа. Так. Около того, да. Да. Я знаю, что у нас многие учтицы совмещают как раз-таки основную работу с записью. Вот вы сейчас в основном посвящаете свое время записи книг или еще есть? Совмещаю, скорее всего. Совмещаю. А кто вы по профессии? Это сложно. Тут как профессии, специальности – это разные вещи, да, поэтому занимаюсь контент-маркетингом. О, так вы мне близки. Я же тоже у нас в отделе маркетинга работаю. Но, то есть вы примерно понимаете, как продвигать свое творчество? Примерно, да. А продвигаете? Ну, может быть, не настолько, насколько нужно. Ну, так, слегка, да, стараюсь. Слегка. То есть отдельно групп в социальных сетях? Есть. Есть? Есть. Так, ну все, значит, к этому видео мы потом приложим ссылки на социальные сети. И обязательно будем предлагать всем подписываться и слушать вас. Спасибо. Вам спасибо, что к нам пришли. Расскажите, я вот всех спрашиваю, вы у нас уже опытный писатель, записыватель, да, чтец. Так как вы уже приехали к нам на финал, прошли этот путь. Что вы можете пожелать тем чтецам, которые будут участвовать в следующем году? Вам будет тяжело. Хочу сказать сразу, вам будет тяжело, потому что, ну, финал показал, что есть много, лонг лист показал, что есть много отличных щитцов, шорт лист показал, что мы все тоже здесь, да. И вам будет тяжело, но нужно стараться прилагать усилия, больше практики. Ну, может быть, это какие-то банальности, да. Но это правда, потому что чем больше практики, тем больше навыка, тем больше мастерства все это вырабатывается. И вот он, в общем-то, путь к успеху, как бы это ни было, все-таки банально. Работать, еще раз работать, да, как говорится? Да. Все-таки. Я так понимаю, что вот на такой вот победе вы у нас не остановитесь и планируете записывать дальше еще и еще книги в проекте. Ни в коем случае не прощаюсь. Я очень этому рада, потому что ваш голос греет уши, греет душу. Это очень прекрасно. И я знаю, что у вас это семейное дело. Ну, да, есть такое. Тогда я с вами пока на этот вечер попрощаюсь и приглашу вашу спутницу жизни. Ну, если удастся ее найти, попробуйте. Спасибо вам большое. Вам спасибо. И до новых встреч. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok